Перед началом заезда до Красной Поляны прошла церемония награждения победителей групповой гонки на 150 километров, медали которой разыграли накануне в Олимпийском парке. Бронзу завоевал Андрей Соломенников, представитель команды «Русвела». Серебро везет спортсмен из Тюменской области Игорь Кузнецов. А лучшее время на трассе показал Владимир Гороховик из Белоруссии. Остальные гонщики готовили велосипеды в технической зоне. Гонка предстоит непростая. Впереди почти 170 километров пути. Трассу групповой гонки проложили от Зимнего театра до Розы Хутор в Красной Поляне. Крутить педали предстоит около четырех часов подряд. Вообще, сочинская многодневка. Соревнования проходят на курорте шесть дней подряд. Одна из старейших гонок в календаре велосипедистов-шоссейников. Рельеф в Сочи хорош для подготовки спортсменов, говорят тренеры. В советские времена с 1954 года здесь отбирали лучших на велогонку мира. Сегодня стоят не менее серьезные задачи. На этих мероприятиях российские спортсмены набирают рейтинги очки, которые необходимы для попадания на чемпионат мира 2015 года. И, конечно, самое главное – это на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 2016 года. Вчера была прошла первая гонка, но на самом деле впечатлил Олимпийский парк то количество дорог, хорошего качества, дороги, покрытия. Сочинскую многодневку возобновили после солидного перерыва. С 2009 года из-за Олимпийской стройки Сочи в календарь шоссейников не включали. Сегодня давняя традиция возвращается. Для города Сочи это очередной раз показать, что мы открытая площадка, открытая площадка для спорта. Проведя кубок мэра, и ежегодно это будет теперь кубок, мы, конечно, будем стремиться к развитию велоспорта в городе Сочи. Кстати, вот он – кубок мэра города Сочи, за который спортсменам предстояло бороться. Его велогонщикам продемонстрировали перед началом марафона. Старт дан в борьбу за медали турнира. Сегодня вступили 150 спортсменов. Это 25 команд, в том числе 8 зарубежных. Только сильнейшие спортсмены, в том числе победители чемпионатов мира. Впереди почти 170 километров пути до Розы Хутор. И только начало сочинской многодневки. Международные соревнования по велоспорту будут проходить в Сочи еще 4 дня. Завтра в программе соревнований – командная кольцевая гонка по Олимпийскому парку. Далее две групповые гонки – от Адлера до Красной Поляны. Завершится турнир 22 марта индивидуальной гонкой на гору Ахун. Добавлю, что во все дни соревнований в Сочи будет ограничено движение транспорта по тем улицам, где будут передвигаться спортсмены.